Французы из Нанси называли Александра Заварова свеклой. Олдфаги вспомнили, почему и заугарали. Заварова в свое время пытались подписать Барселона и Ювентус. Он и так в международных рейтингах светился, так еще и выстрелил на чемпионате Европы в 1988. Тогда сборная СССР взяла серебро. Заваров выбрал итальянцев. Все и платили много и вызвались на свои отремонтировать тренировочную базу Динамо. Но не прижился. Общался он редко, да и возможностей для этого было мало. Ювентус тренировался в два раза меньше киевского Динамо. Проявился колкий характер. Он начал конфликтовать с руководством клуба и это закончилось киком. Ушел заканчивать карьеру во французский клуб Нанси. Характеризовали его потом положительно, мол делился опытом с молодыми и учил их футболу. Президент Нанси рассказал, что команда по-доброму называла Заварова свеклой. На французском Блэд. Видимо, когда делился опытом, не сдерживался. Со стороны французов это, наверное, слышалось так. Надо было свекла пасовать. Ну как ты бьешь свекла?